всем добрый день 7 часов как я и обещал я в прямом эфире давно не давал пример прямые эфиры наверное с марта предыдущего года напишите слышно или видно вернее слышно ли меня напишите кто-нибудь хороший ли звук я уберу потом комментарии чтобы вы видели палитру на всем здравствуйте кто присоединяется здрасте 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 всем слышно отлично спасибо кто написал уберу комментарии чтобы они не закрывали палитру чтобы было видно что я пишу потому что я вся ноги комментарии не читаю друзья не обижайтесь потому что отвлекаться от процесса практически мало реально или не напишу или буду читать комментарии и так собственно я сделал раньше чуть раньше эскиз графически которые я сейчас буду переводить в прямой в прямом эфире в работу и поговорим о 3 поверхности первого слоя масляная живопись а масляная живопись она трехслойная я уже писал на подмалевки писал на имприматуре на тонирование холста здесь я буду некий такой миг сделать из трех частей из имприматуры из подмалевка из грязали я буду подгрязаливать немножечко свою работу буду добавлять теплых мест и объясню почему я так делаю то есть делаю исключительно для глубоких сумерек для ночных работ и для тех работ где у меня есть что-то очень очень темное но сначала объясню и почему я скомпоновал вот так свой эскиз и почему я буду компоновать определенным образом свою работу у любого холста есть незримые линии золотого сечения о них написано огромное количество книг литературы можно почитать это все в доступе есть свободном эти книги но если упростить поиск линии золотого сечения кто-то говорит это закон 3 но это не совсем 3 если сторону холста короткую и длинную умножить на 0.618 вы получите расстояние которое надо отложить справа и слева и получится две вертикальные линии которые чуть-чуть смещены к центру уже в моем эскизе видно что у меня примерно по этой схеме и скомпонована работа то есть луна и и дорожка встает близок близко к правой линии золотого сечения горизонт при прижат к верхней линии золотого сечения горизонтальная а сосенка которую мне стоит слева она касается левой линии золотого сечения поэтому этой схеме я всегда буду подводить свою классическую живопись вот и всегда буду на это ориентироваться но первое что я сделаю я сделаю себе тонирование всего холста то есть имприматуру потом подгрызали и потом начну писать так как вечером тени становятся максимально теплые до цвета приобретают холодноватый зеленоватый оттенок то я возьму для замеса чуть-чуть синенького пассивно желтый цвет это охру черный это пассивно синие белила то есть имприматура делается на основе белил и достаточно плотненько прокрою то есть те линии что я поставил это всего лишь такой предварительный разговор был дальше я буду заводить контуры буду заводить как бы силуэты но это будет процессе первое что я делаю я делаю объединяющий тон для многих частей работы и применю к нему интересную такую технику не в прямую она будет привела применена эта техника брюнаель технику протирания самых светлых мест первое что я делаю я тонирую свою работу достаточно плотно на основе жидкости вот на основе лака с разбавителем и я пишу только на лаке с разбавителем то есть я не применяю масло льняное много раз объяснял почему да то есть это что в нынешних красках и так сейчас переизбыток льняного масла и вообще пропись делается в работах без присутствия жидкости это написано и в книжках по технологии и сразу же сделаю себе вот такое выравнивание этой поверхности салфеткой то есть еще можно немножечко прокрыть поплотней потемнее чтобы было по до что мне вытирать то есть многие делают такой подход и проход делают заранее то есть тонируя холст уже грунтом вот я все время стараюсь делать сориентироваться это на натуре сделать потому что как бы я не знаю заранее дома какая тонировка у меня пойдет поэтому делаю это обычно на натуре можно даже взять какую небольшую кисточку выровнять все это вот красоту себе на работе на то есть сделать выровнять и дальше что я буду делать да то есть я буду той же самой салфеткой пока еще без контурных рисунков облегчать протирать какие-то куски там где у меня окажется снежочек то есть я сразу же делаю себе пятновой композицию обычно это применяется для портретной живописи такая вещь да то есть она применяется для писания портрета и делается по классической грязали но я сделаю ее вот таким вот миксованным моментом то есть я немножечко применю себя протирание вот этой вот поверхности там где у меня будет более светлый снежочек там где он у меня будет звучать более светлый камера телефона немножко всегда контрастит поэтому тут картинка будет немножко искажаться но без какого-либо такого сильного увода уже но все равно как правило она делается немножко контрастнее в последующих в одних из последующих постов я выложу ее уже доделанным то есть в этом мы уже можем посмотреть и увидеть правильно ли мы скомпоновали но я всегда делаю на работе контурный рисунок то есть никогда не пишу сразу пятно мы никому из своих учеников не советую потому что пятно двигать намного тяжелее по работе чем двигать линию у всех старых мастеров были линеарные рисунки как правило делали они их тушу и левитан и шишкин делали как правило тушу то есть видите если я немножечко ошибся и хочу сдвинуть себе линию я легко могу сдвигать эту линию даже втираю ее в имприматуру и всегда делаю контурный рисунок на то есть я завожу эти контуры если мы чуть-чуть ошиблись в протирании мы можем это продолжать немножечко тоже дело то есть поддается еще пока имприматура достаточно легко она продается протиранию поэтому я немножко смещу от контурного рисунка реки снежочек вниз дам сразу же вот это длинное отражение как правило отражение короче на четверть отражаемого предмета потому что отражение не умеет видеть горизонтальные поверхности которые мы видим глазом вот поэтому я сделал его слегка короче чем она у меня пошло чем у меня пошел сам предмет продолжаю контурное рисование то есть сначала прорисую дальний план то есть делаю проведу линию дальнего плана все эти контурные рисунки можно у классика всегда на работах увидеть это действительно очень важная часть изобразительного процесса что рисование контурное рисование но дает вам свободу последующего расположения здесь этого пятна и завожу вот сюда где-то у меня пошел изгиб реки поставлю как в эскизе здесь себе елочку да то есть вот она у меня будет здесь расположена то есть это точность этого рисования дает вам рисунок обычный рисунок карандашом дает вот этот вот правильный точный момент того что вы будете контурно рисовать то есть завожу где-то как в эскизе у меня сделано здесь немножечко первый план до веточка нагнувшиеся который пересечет у нас край работы и соответственно масса наших елочек я вот с таким изгибом себе сделаю рисую я по привычке холодным здесь можно рисовать теплым но вообще пейзаж рисуется холодным цветом почему потому что холодный цвет подмешавшись ко всему к любой краски он ее не испортит пейзажи а вот подмешавшись коричневый цвет к небу он даст грязь и даст такой вот неточность в цветовой передачи поэтому я предпочитаю рисование холодным оттенком нежели теплым вот достаточно давно этим уже занимаюсь тем что рисую теплыми не теплыми а холодными и в общем убедился в правильности этой всей истории вот тут пойдут у меня немножко вот таким мелкие елочки дальше уйдет задний план дополню отражение и еще раз где вот у меня близко к линии золотого сечения окажется моя луна то есть все работа скомпоновалась и теперь я возьму себе кисточку щетинную пока еще первые слои работаю щетиной и в тех местах где у меня пойдет достаточно плотные достаточно темные величина моего леса я сделаю себе темненькую достаточно темненькую грязаль с помощью коричневых красок можно чуть-чуть подмешивать черный но в принципе грязаль она идет всегда на коричневых почему я делаю темные поверхности почему я делаю грязали под вечерние работы тут надо принять для себя некую константу которая есть у нас природе то что холодного цвета в природе в принципе не существует практически существует только пару птичек пару бабочек цветочков и несколько минералов все остальное у нас априори теплая поэтому небо у нас никогда не было и не будет синие это в принципе черная субстанция сквозь наш нашу пелену воздуха поэтому небо меняет цвет всегда в зависимости от теплоты от прозрачной в жару до холодная в мороз да то есть поэтому здесь очень очень важно понимать что природа теплая поэтому чем меньше света солнечного рыжего тем больше теплеет наши наши тени и в ночное состояние тени становятся максимально теплыми и поэтому грязаль очень часто это можно опять же посмотреть у стариков и старых мастеров что что очень часто в ночных работах использовалась даже такая рыжая грязалька ну я вот немножечко ее через нейтрально коричневую делаю через умбруженую вот то есть я поэтому делаю так он не через прямо кипельно-рыжая а вот допустим у шильдера есть красивые грязальные такие ночные работы у куинджи у того же при всей его новаторстве он был классиком в своем подходе и поэтому он делал грязали практически под все работы куинджи поэтому он такой с одной стороны новатор с другой стороны прямо гипер-гипер классиком поэтому я вот следуя заветам неких старых мастеров я просто делаю грязали никогда не ошибаюсь в том что это оказывается хорошо для работы можно чуть-чуть протереть под грязали синюю воду теплая она всегда будет компенсировать излишек холодного и тем более воду грязали вы можете сразу же разложить себе какие-то тональные отношения важно то чтобы у вас впитывалась ваша поверхность первого слоя в холст то есть слой холста должен брать в себя некое количество краски да то есть и поэтому даже вот можно такой этот бережочек который здесь чуть-чуть потеплее тоже его немножечко пройтись до добавив туда каплю черного цвета то есть каких-то местах я добавлю и грязальку вот вот в этот переход переходы то есть по сути уже работа начинает раскладываться на на какие-то составляющие есть мои коллеги которые очень любят делать грязали в первом слой в принципе начинают грязали и это действительно здорово тем более повторяюсь что должна быть соединительная поверхность нашего холста и последующего слоя прописи жидкая на основе жидкой краски это или подмалевок жидкий или имприматура жидкая или грязаль прокладывая без тонкого слоя вы практически всегда оказываетесь на ситуации зоны напряжения красочного толстого слоя который у вас может просто отслоиться от вашей работы я это тоже прекрасно видел то есть когда у художников кто клал краску просто сразу же густо со временем она просто отходила от работы поэтому вот эти вот первые слои тонкие они у всех старых мастеров практически видны промазанные тоненько опять же повторяюсь в зависимости от нужности грязаль подмалевок или имприматура у них существует вот тот или иной слой все для начала ну ведь это будет больше этюд нежели там какая-то супер законченная картина тут надо конечно понимать что это не за два часа написать какое-то гипер произведение достаточно сложно ну в общем буду стараться вытираю себе излишки то есть освобождаю себе палитру то сделаю себе очищенную зону и начну я с неба начну с луны почему с луны и с неба потому что луна у меня послужит как цветовая и световая доминанта то есть я соответственно буду к ней все подтягивать да то есть на основе холодных причем я опять же делаю микс с черными и синими да то есть небо будет слегка зеленоватого оттенка это вот то что всегда убивает фотография то есть если вы не присматривались никогда к натуре глазами а тем более с этюдником да вы смотря на фото вы всегда видите то что у вас небо синее на фото вот как у меня сейчас камера айфона так весело синит но еще раз повторяюсь это огрехи огрехи наших девайсов работа будет сама представлена в посте поэтому здесь скорее процесс на то есть нежели результат то есть обходя луну я на такой основе сложно зеленых завожу себе это небо вот то есть добавлять можно ли да туда можно добавлять определенные оттенки но основной тон о чем говорил рейпин да берегите основной тон цвет на сделает живописность но уводит от точности да то есть нам нужно понимать что у нас есть основной тон который которого и надо придерживаться то есть вот я подхожу к себя к деревьям пока остановлюсь около них потому что напишу луну также обойдусь и темные и теплые пятна своего дерева здесь на то есть подходя к веткам вплотную но не до конца и на теплом на теплой подкладочки вот этот синеватый оттеночек смотрится достаточно гармонично потому что теплая подкладка его немножечко поджирает и можем сделать немножечко растяжку вниз в небо да то есть можем даже изменить там цвет немного сделать его чуть по филетовее то есть добавить туда синеватый цвет красноватый цвет к синеватым сделаем немножко более фиолетового оттенок еще раз повторяюсь у меня работа немножко более милая по цвету но здравствуйте современные девайсы это уже ничего с этим не сделаешь они бодрят цвет вот то есть делаю немного себе покрасней этот тон пару можно взять даже так как это сумерки пару облачков более плотненьких завести пусть они будут такие более темненькие более плотненькие то есть где-то они к низу появятся у нас в небе таких сумеречных состояниях они иногда проглядывают то есть кругленькой кисточкой провожу себе более парочку более темных облачков и приступлю к написанию луны то есть вряд ли в натуре такая работа больше двух часов даст вам прописать да она вообще два часа то не даст прописать поэтому тут надо всегда понимать что кисточкой надо шевелить очень очень весело найду сейчас плоскую кисть для луны было подготовиться чуть заранее с кистями ну так вышел что не успел первое что я сделаю да посажу себе посадочную поверхность луны рядышком эти я мешаю краски так как у меня будет это на работе то есть я по сути пишу себе микро работу в палитре это очень важный момент до что нельзя разбрасывать по палитре краски иначе ты просто не можешь собрать себе воедино все вот эту вот история да то есть положу себе диск луны далеким от белого то есть до белые цветы то есть даже белую салфетку и поднести да это совершенно не белый цвет получается и обязательным условием дальше писание должно быть то что этот диск он должен быть вписан то есть я беру красочку и вписываю диск луны даже можно использовать где-то чуть-чуть пальчик то есть мягкие кисти вписываем диск луны то есть у любого светящегося объекта есть эффект гало такой эффект свечения то есть он всегда у нас будет существовать на работе и и уже вот в этот более темный тон серединку я ставлю более светлый кусочек луны то есть уже замешивая с помощью холодных лун луна все-таки в большей степени холодная у нас потому что это отраженный цвет от солнца и поэтому вот холодненькую серединочку я себе сюда поставлю чтобы она у меня существовала здесь на работе то есть небо раскрыто как правило небо уходит быстрее да небо уходит чуть чуть быстрее вот кстати да вот сейчас когда раскрывается небо можно понять что чуть-чуть можно присадить и да вот нашу поверхность снега видите ее можно немножко тонально отыграть чтобы по ней было потом удобнее писать то есть я просто уберу и чуть-чуть щетинкой немножко присаживаю чтобы она у меня не была такой светлой то есть здесь еще можно работать достаточно легко с вот этими поверхностями которые у меня есть то есть если это под протер перри протер и рассказал ну можно немножко вернуть назад и сделать себе и более точно сразу же раскрою воду вода темнее и плотнее и холоднее получается и принцип писания воды номер один который у нас существует до вода раскрывается сначала в вертикальном направлении потом в горизонтальном то есть сначала вода ведется мазком вертикальным и потом она уже ведется горизонтальным мазочком подхожу к отражению и вот те самые коричневые что у меня казались абсолютно здесь такими пока чужды вдруг начинают смотреться с естественными наша поверхность холодницы и по сравнению к синему начинает по-другому смотреться все вот эти наши кусочки то есть умбра жженая она в принципе краска не коричневая скорее красноватая вот видите где-то даже остается часть не тронутая часть подкладки не тронутая часть грязальки вот не тронутая часть моей поверхности нижней в этом весь плюс подкладочных подмалевочных частей тем что вы их можете абсолютно легко оставлять где-то чуть-чуть чуть-чуть не тронутые и отражу себе диск луны сразу же горизонтальками и пойду уже в пропись деревьев и последним я сделаю белый снег то есть луна у меня по сути послужит стартовой такой площадкой для того чтобы мне не вывалится в слишком светлым примерно от горизонта откладываю где у меня будет самый яркий диск луны на всегда помнить что правшим и сдвигаем луну в одну сторону левши в другую то есть тут надо понимать до чтобы не сдвинулась это куда-то вот идеальный вертикален что вроде не сдвинулась вроде если контроль контролить это но и не будет сдвигаться то есть вот самый светлый у меня будет примерно на том же расстоянии то есть это важно отконтролировать и начинаю я с работать с деревьями то есть беру другую кисть обязательно то есть я предпочитаю плоский и для после слоя подкладки подмалевка я всегда предпочту синтетику или колонок ну колонок идеально колонок идеальная в общем кисть и также начинаем мешать эту краску рядышком с теми что у меня есть и опять же я беру умбру женую как основу группу пбр 9 очень стабильные пигменты да то есть умбр достаточно стабильники пигментик вот то есть и подмешивая к ним пока еще даже не черные пока еще холодно коричневые у меня это земля кассал ну каждую каждую свое как говорится каждому свои я получаю такой нежно-нежно фиолетовый оттенок тот что мне собственно и нужен здесь для деревьев вот и начинаю в вертикальном направлении так как деревья достаточно далеко забрасывать силуэт и деревьев потом я в них зайду еще небом вот то есть как юрий петрович кугач говорил небом на дерево деревом на небо поэтому всегда надо помнить о том что мы должны двояко входить в одну зону и в другую вот и часть нижнего слоя часть нижнего слоя у меня также остается нетронутой то есть часть нижнего слоя от вот этого грязально-подмалевочного остается нетронутая поэтому я делая себе пропись я пускай ускорился по максимум также работает и подмалевок да то есть также работает и подмалевок он ускоряет процесс написания ну и дальше соответственно буду проходиться влево то есть если я приезжаю на натуру я как правило приеду на часик заранее сделаю подробный рисунок тушью или кистью и собственно дальше я начну прописывать с подмалевка где-то иногда даже просчитывая этот подмалевок какой он будет но тут стоит упомянуть о том что я никогда не еду на мотив не знаю что на нем будет то есть я скажу чаще всего заранее как бы знаю куда и зачем я еду и поэтому я могу приехать и просчитать подмалевку что я уже грубо говоря тут был вот и видел вот этот вот мотивчик который у нас существует вот то есть вот проходим мы по вот этой зоне дальнего плана вбираются туда немножко холодненькие елочки что хорошо туда будет сделать рядышком с помощью достаточно холодного зеленого но видите вот если яркий зеленый если он положенный рядом с коричневым он начинает смотреться безумно ярким поэтому я его чуть задавлю коричневым тоном и поставлю себе сюда вот эти вот елочки более сложные по цвету более глубокие и где-то даже вниз ими проберусь то есть уже работа начинает смотреться достаточно сделаны хотя в общем то еще по сути и ничего толком и не делалось но нижняя подкладочная площадка как бы основа она дает сразу же вот этот точный тонально цветовой месседж всей работе и где-то вот там могут елочки пойти здесь и вот тут они чуть-чуть могут пробраться то есть я всегда буду давить зеленый коричневым всегда зеленый коричневый или зеленый красными у меня будет всегда давиться то есть я всегда буду усложнять этот цвет кисть я меняю то есть не пишу одними кистями для соседства чтобы понять тонально попал ли я работа пишется одновременно вот я проложу немножечко снега и снег будет вот именно идти в ту зеленоватую сторону которая мне нужно можно замешивать в том месте где вам удобно но потом цвет класть рядом с той зоной которая существует у вас на то есть и добавляя чуть-чуть охры сине-зеленого оттенка у меня это небесно-голубая но вообще это фц с белилами вот то есть талциан тоже достаточно стабильный пигмент его можно использовать дает хороший оттенок мне просто нравится этому мой цвет я с ним себя с ним себя хорошо чувствую вот я добавляю вот эти вот протертые такие вот части ох как у меня весело весело синим смотрятся на экране но друзья ждите поста чтобы увидеть работу в том виде в каком она действительно есть даже еще можно чуть-чуть под задавить этот оттенок сделать его посложнее то есть прежде чем пока я буду выходить на самую такую основную пропись вот чуть-чуть еще его немножко сделаю посложней и уходя в оттенки под деревьями естественно у меня все проемы то есть любой проем будет всегда на полтона на тон темнее чем его собственно темнее чем его окружение это закон зрительное у нас такой да проем всегда темней должен писаться иначе окруженный темный это у итана в книжке очень хорошо описано да то есть окруженный темным у нас этот проем будет смотреться излишне светлым ну коли цвет пошел достаточно гармоничный заведу парочку мазков сюда на этот первый план пока остановлюсь буду двигаться дальше к деревьям то есть сначала пропишу деревья вот до конца часа должен прописать полностью деревья оставшиеся сейчас буду писать первый план у нас есть отражение деревьев то есть тоже пока я заведу их потемней и по плотнее да то есть я сделаю их не сделаю их более плотными сейчас а часть и достаточно большая часть останется в них от подмалевочно теплого тона то есть он как бы делает поверхность нам вот такой сразу же легкой чем темнее состояние тем прозрачнее она пишется то есть масляная краска хорошо работает или в разбиле или в прозрачном виде то есть вот когда пишешь день там солнечный там можно поиграть с фактурка очень хорошо изучая работы стариков я увидел что все ночи у них практически протерты вот то есть все ночи у них практически вот еле-еле по грязальке протираются то есть хорошо краска работает работает в ночных работах по принципу оставления протирания то есть у меня часть холста живет вот этой вот поверхностью такой протертой слегка слегка только прокрытой тоном и цветом поверх ее грязальной основы то есть вот мы уже получили некое отношение обязательно спешу всегда касания то есть несколько раз стараюсь списывать касания то есть спасибо как бы тоже старым мастерам у которых увидел вот эти вот касания которые они списывают всегда вот то есть и сейчас вот надо закончить будет задний план немного вернусь вот здесь есть тоже полосочка без нее будет сложно то есть видите я взял отношение снега для того чтобы и в том числе вписывать свой задний планчик в него то есть вот чуть-чуть оставляя наполовину нетронутую поверхность то есть она уже работает нужным тоном мне мне остается ее немного подхолоднить то есть немножко подхолоднить эту часть работы и собственно она сразу начинает смотреться гармонично грамотно и потому что тон уже есть на самом деле долго мирил себя с грязалями у меня долго не шли грязальные работы что я их пытался запихнуть везде грязали но потом понял что лично для меня вот грязаль это все-таки начинают ночное состояние хотя для моих коллег есть вот есть кто действительно очень-очень любит эти грязали везде и это очень здорово у них получается пойду немножечко сразу со стволиков то есть стволики проложу как темная основа сначала потом впишу деревья в небо а потом проложу светлые части вот и потом уже налаживая снег вот этого плана я немного по по этим стволиком еще пройдусь то есть вот как дала много уже дала грязаль да то есть она дает вот это ощущение того что работа писалась до этого она всего лишь промазалась то есть она всего лишь промазалась то есть первый слой какой бы он ни был он всегда очень сильно влияет на последующие слои то есть быстрота написания придет именно от того что будут правильно прокладываться первые слои почему тот же шишкин так быстро писал ведь о нем писал крымской что шишкин уходит в лес утром рано утром и возвращается к обеду вполне себе с тремя законченными этюдами тут иногда три этюда в три дня то надо сделать это хорошо вот там человеку там просто три этюда потому что была технология определенная система этих подкладок которые у него существовали возьму сразу же кисточку с тоном и цветом неба который у меня будет чуть чуть темнее чем я брал его в своей основе и войду небом список спешу сразу же кончики деревьев до конца сформирую то есть зайду елку то есть я зайду внутрь елки сделаю ее уже более точной и более объемной то есть мы заходим тем самым деревом на небо вот то есть было небом на дерево мы немножечко зашли да то есть теперь мы заходим в обратном порядке ну и также продолжу действовать дальше по работе палец часто работает у меня то есть часто смягчаю и краска то формально она у меня даже не думала сохнуть но мне легко работать потому что есть некая вот эта системка да то есть которая мне соответственно позволяет класть слой на слой это как многослойный пирожок который существует здесь и светлое на темное кладется очень легко темное на свет ложится очень тяжело поэтому собственно я стараюсь всегда вести в высветление то есть вот небом сейчас нашел более светло где-то чуть-чуть разберу разноображу еще деревица у меня такие вот есть кисточки я очень люблю старые кисти всякие растрепанные да если вот сейчас видно будет да вот такая вот кисть видите какой уже грязный да я пачкаюсь идеально вот то есть вот такие растрепанные кисточки иногда употребляю то есть они дают такой слегка нелогичный мазок вернее как они дают логичный мазок но он становится очень живым вот и положенный по работе он дает вот это ощущение живости веточек живости листиков вот вот где-то я пройду этим мазком и так как мы дошли до уровня воды то есть теперь я начинаю по вертикальной поверхности закладывать горизонтальной поверхности то есть я начинаю давать по вертикальной поверхности горизонтальной поверхности своего отражения Как темные немножечко забираюсь, но в основном забираюсь в светлые Потому что опять же светлым по темному намного легче писать Если предыдущий слой дает мне мокрость воды То этот слой дает мне именно ее плоскость воды То есть чуть-чуть перебрал, но пальцем можно все вернуть Палец универсальный момент такой у нас в живописи С ним можно сделать все что угодно И где-то по первому планчику тоже скользну чуть-чуть вот этими холодненькими оттенками То есть чуть-чуть горизонтально заведу себе и по отражению дальнего плана Заведу себе слой горизонтальных мазков Это дает положенность воды Очень хорошо это видно у Левитана в его вечернем звоне Прекрасно видны эти мазочки, как они у него ложатся по этой поверхности Отвлекусь от дальнего плана То есть представим, что я на натуре У меня все тут сейчас скоро сядет Фонарик на лбу уже высвечивает только работу И начну себе высвечивать чуть-чуть более плотную поверхность моего льда Который вот здесь так существует, как такая вот прибрежная часть И часть его, опять же, часть этого льда, она остается нетронутым И по тону я почти что беру ту же самую поверхность, которая у меня есть То есть я особенно не меняю тональную поверхность, нижнюю льда То есть я ее, по сути, просто чуть-чуть выхолодняю Что делается опять не до конца темным цветом И до черного, если взять какой-то камертон черного здесь Допустим, черную кисть поставить рядом Видно, что до черного здесь во всех местах очень далеко, как и до белого То есть нет идеально черного, нет идеально белого Да, природа у нас вот она всегда такая цветная Очень красиво здесь идет по кромке льда У нас такой прорыв протаявшей водички Собственно, ее можно тоже себе пустить Где-то пару мазочков неровности И в сам лед заберется Вот такая поверхность льда пойдет Более интересная По своей механике Не гладкая, а такая более сложная И отдельными высветляющими моментами Я могу здесь пройтись Сделав ледок Где-то он заблестел То есть где-то он протаял А где-то он более плотный Заблестел Вот, кстати, у бережка Он такой может чуть-чуть заблестеть Вот, то есть всегда светлая Я положу на темную То есть всегда будет более темная подкладка В масле вот это и есть самое сложное Что надо просчитывать Насколько ты затемняешь поверхность То есть просчитывать, куда вести этот слой Вот интуитивно понимаю Насколько теперь можно будет засветить дальний план Да, что вот здесь есть тона и цвета Которые мне Я вот для примера покажу Что у меня фора еще На высветление В заднем плане остается достаточно колоссальная То есть у меня даже и здесь еще появится Фора высветления Но это будет потом Да, это будет у нас, что называется, после Продолжаю движение к снежку То есть потихоньку, вот как в эскизе Засвечу этот первый план Здесь будет он более зеленоватый Ночное освещение, оно зеленое Вообще, когда мне в институте Мой профессор сказал, что снег он зеленый Даже в дневное состояние Я ему, если честно, не очень поверил А потом уже изучая чистой логикой процесс живописи А я не скрываю, что я как бы вот Именно цветы и все цветовые подходы Я изучил логическим моментом Начинаешь понимать, что синие холодные рефлексы Плюсуясь с желто-оранжевыми нашими цветами На переломе дают зеленые То есть это чистый цветовой круг в действии А так как полутонов у нас в природе В природе больше, меньше У нас теней, меньше цветов У нас больше всего полутонов То и получается, что снег он Солнечное состояние более зеленовато Парадокс, но так и есть Ну, то есть вот Проложив здесь свет Сразу же хочется чуть-чуть И высветить кромочку Да, то есть под высветить кромку льда Где-то дать ему такую наздреватость Краска сырая, друзья У меня еще сухая краска Но так как я двигаюсь по поверхности на высветление То совершенно спокойно краска дает положить на себя светлый тон Она слушается в масле вот таким вот образом Она всегда ведется поверхность с темного на светлый И тогда будет легкость прокладывания Такая вот непроблемность Кому интересно У меня были уже прямые эфиры Посмотрите в IGTV Там я и снежное состояние писал И все и везде Я, в общем-то, всегда веду одинаково То есть темного всегда веду на светлое Поддержку вот этому слою положу И вот здесь Более светлую поверхность Вот И начинаю подходить к нашим деревицам До этого еще можно войти Дальним планом Чтобы мне к нему не возвращаться То есть еще доберусь Вот какими-то там Выходами в небо То есть чтобы такого чистокола не было Такое бывает в натуре Что ну вот неудачный кусок Есть байка Что Шишкин ходил с топором в лес Но это чистая байка, друзья То есть Шишкин никогда не ходил с топором в лес Он просто изменял под себя натуру То есть Как говорил Левитан Надо взять природу И избавить ее от случайности Ну то есть поэтому Изменить натуру под себя Это самое лучшее Поэтому если где-то неудачный силуэт Его можно поправить Или убрать Или добавить что-то еще Ну грубо говоря Возьмем работу Шишкина Рож Первое бы Чтобы сделали крестьяне Да они спилили к чертовой бабушке Эти все Сосны Которые мешали его им косить То есть Поэтому Естественно Правда Она у художника всегда Где-то посередине Или посмотреть Левитановскую Работу Над вечным покоем Если кто был в Удомле Вы можете Сравнить этот мотив Там даже близко ничего нет Это собранный мотив Из часовни С Плеса И Вот этого вида Удомле Но там даже близко Такого нет Вот То есть Там более спокойное Такое вот Все это Состояние Природы И мотива Начинаю подходить К деревьям Можно Проложить сейчас Собственно Снег за деревьями Но я его немножечко Подведу после И Стволик Наш У сосенки Будет Вот он максимально Теплый То есть Он максимально Затепляется И максимально Становится Теплым Здесь Вот чистый Грязальный Такой момент Можно Оставлять Чистый Умбриз То есть Вот Видите Насколько Сейчас С эскизом Эскиз Великое Дело То есть Эскиз Рождает Вам Подход Последующий К работе То есть В эскизе Можно Решить Уже Все И Более Чем Все Поэтому Когда Делаешь Эскиз Это Здорово Вот Беру Такую Тоненькую Кисточку Для Нейлинга Для Живописи По Ногтям Вот И Абсолютно Спокойно Вот У меня Проводятся Эти Веточки Да Тоненькие Веточки Сосны Как Провести По густому Слою Более Жидкой Поверхность Есть Секрет Краска Разводится До Состояния Кефира И Тогда Можно Совершенно Спокойно Ее Прокладывать Проводить А там Есть И Вот Это Деревце Которое Тоже Сразу Себе Положу То есть Вот Тут Я Ныряю В Разбавитель До Этого Я Вообще Не Пользовался Разжижением Краски То есть Мне Хватало Чистой Краски Если Кому Интересно Найдите Лекции Михаила Девятого У него Об этом В полной Степени Написано Что Масло Пишется Второй Слой Без Применения Жидкостей Вот То есть Вот У меня Сейчас Какие-то Веточки Такие Сложненькие Ну Так Пусть У нас А-ля Северная Будет Сосна С таким Более Крученным Моментом И Теперь И Теперь Собственно Я Сделаю Себе Саму Саму Сейчас Я Найду Кисть Найду Кисточку Которую Я могу Писать Сосну То есть Я возьму Мягкую Кисть И Набрав На нее Зеленый С коричневым То есть Здесь Я сделаю Микс Зеленого С коричневым Да То есть Сделаю Из этой кисти Вот тоже Такого Уродца Временного Вот И Движениями Снизу Вверх Или Сверху Вниз Я получу Себе Хвою У Моей Сосны Снизу Вверх Сверху Вниз Вообще Снизу Вверх Обычно Делаются Но Я могу И Снизу Вверх Вернее Наоборот Да Я уже Запутался Вот То есть Движение Идет Абсолютно Спокойное То есть Такие кисти Можно Делать Самому Их Можно Точить Их Можно Можно Пользоваться Как Монстед Вот Найдите Фотографию Художника Прекрасного Монстеда У которого В руках Его По-моему Одна из Немногих Действительно Фотографий Где В руках Он Держит Кисть Щетинную Верную И Эти Веточки Сделаны Верной Щетиной Можно У него Во всех Работах Заметить То есть Во всех Работах Они у него Существуют И Надо уметь Пользоваться Конечно Потому что Иначе Это такая Странная Вещь Происходит На работе Если Не уметь Вот этой Щетиной Верной Но Они Пользовались Значит И мы Можем Пользоваться Вот Получается Что у меня Сосна Уже Получает На ствол Хвою То есть Не ствол В хвою Вот А На ствол Хвою Она Уже Идет Ну вот Смотрите Пишу Час В принципе Такое Состояние Час Да Продержится То есть Если Чуть Брать Меньше Холстик Можно Вполне Себе Написать Такую Историю Себе И Рядом Ёлочка У сосны Ветки Растут Вверх Они полувеерами Всегда Расходятся То есть Это Я Объясняю На своих Занятиях Как Уочных Так И онлайн Как писать Деревья И их Структуру Да То есть Их Метод Написания У Ёлки Верхние Ветки Смотрят Наверх Потому Что Они Легкие И Их Легко Держит Легкий Стволик Средние Смотрят Горизонтально Но Хвоя Направлена Вниз Потому Что Ветки Тяжелеют То есть Получается Что Хвойные Ветки Да Видно Все Входит В кадр А нижние Смотрят Вниз Хотя Хвоя Все равно Смотрит Вниз А кончики И там И там И там Подкручиваются Наверх Вот То есть У ёлки Есть определенный Образ Который Существует И вот Я начинаю Входить Этим Этими Ёлочными Пятнышками Чуть Потом Подуберу Лишнее Количество Ёлки Также Зайду Помните Я говорил Что я буду Заходить Вот В этом Кусочке Себе Внутрь И Часть Гризали В глубоких Местах Там Куда Уже Не добралось У нас Освещение Я Оставляю Вот То есть Часть Гризали Она В глубине У нас Остается Вот Тут Еще Такая Мелкая Ёлка У меня В эскизе Есть Ну Чему Не Сделать То есть Такая Меленькая Ёлочка Она тут Я не знаю Но Я очень много Кистей Пользуюсь Я Много Пачкаю Кистей Я предпочитаю Не отмывать Кисти А Взять Себе Новую Кисть В руки К концу Дня Поэтому Поэтому Страдаю Отмывания Огромного Количества Кисточек И Точно Так же Проемы В этих Ёлочках Будут Темнее Чем У нас Собственно Окружение Поэтому Я буду Делать Вот эти Проемчики Освобождать Себе Ёлочную Структуру Но Более Темными Более Плотными Кусками То есть Плоской Предпочту Всегда Плоскую Кисть Круглой То есть Всегда Плоскую Кисть Предпочту Кругленькой Кисточки Навсегда Возьму Себе В приоритет Плоскую Нежели Круглую Вот тут Где-то Могут Такие Пойти Прорывы Сформируем То есть Ёлку Нашу Такую Вот И Вот Это место За сосной Я сделаю Потемнее Чуть-чуть Потом Проберу Сейчас Когда все Ветки Сделают Я буду Всю работу Еще Высветлять И детализировать И высветлять На это У меня Как бы Последний Час Я всегда Предпочту Сначала С общего Пойти Раскрыть Работу А потом Уже Заниматься Частностями Да То есть Потом Заниматься Частными Но я Очень люблю Писать От куска И поэтому Собственно Каждый Кусок Он ведется Отдельно Тоже Тоже В работе Но Тоже От общего К Частному Частному Нет Сейчас Я запутался От общего К частному Да Правильно Травка На первом Плане Где-то Немного Пройдет У нас И здесь И вот Здесь Чуть-чуть Под Кустиком Главное Не запараллелить Этот кусок Вот Сразу Взгляд Выхватывает Две Три Параллели Поэтому Я их Сразу Разобью Да То есть Сразу Разобью Оставив Одну Эту Область Чуть-чуть В Рабочем Таком Виде То есть Чуть-чуть Разбивку Сделаю Чтобы У меня Не было Параллельного Движения То есть В принципе Уже Работать А ну Параллельно Сейчас Надо убирать Часть Виде То есть Вгляд Он должен Выхватывать Параллели Вот И ученикам Много раз Рассказывают Что наш Глаз Очень не Привык К параллелям В Картине Почему Мы не видим Этих Параллелей Вокруг Себя То есть Все Практически Параллельные Линии Они у вас Всегда Уходят В перспективу А вот К вертикалям Мы привыкли Вертикальные Да То есть Да все Стены Все Вертикальные Поэтому Мы Очень Плохо Воспринимаем В картине Параллели Поэтому Как только Параллель У меня Оказалось Уже Взгляд Ее Выдернул И Мне ее Надо Сбивать Сбивать Вот Эту Параллельность Себе В Работе Ну Чуть Сейчас Сбили И Получается Как раз То Что Нам И Необходимо Что У нас Нет Вот Этих Параллельных Мест Основная Часть Работы Она Раскрыта То есть Мы Как бы Раскрыли Цвето Тональные Отношения Вот То есть Но Это Еще Не Завершение Естественно Это Только Вот Первый Проход У нас Получается Вот Не Хватает Мест Если На Палитре Я Всегда Счищу Три Четыре Раза Чищаю Палитру На Палитре С Куски Себе Чтобы Дальше Работать Ну Люблю Большие Палитры Чем Больше Палитры Тем Меньше Вы Чистите Тем Меньше У вас Нужно Отвлекаться На Процесс И Снова Займусь Уже Скорее Не Цветом Займусь Скорее Рисунком Да Вот Тут Есть Выходящие Узенькие Такие Вот Части Ёлочек Я Снова Зайду Именно Небо Чтобы Снова Зайти Потом Небом В них Где-то Они У меня Местоположение Нашли А Своё Свой Рисунок Они Еще Не Приобрели То есть Уже Начинает Ити Детализация Если Я Чувствую Что Недостаток Есть Теней Я Могу Их Вести Чуть Погуще То Это Не Является Криминальным У всех Тоже Мастеров Можно Увидеть Введенные Чуть Чуть Более Густые Тени По Работе Но Их Меньше Чем Теней Протертых Получается Тени Протертые Ну Того же Шишкина Они Вообще Всегда Таким Тепленьким Протерты У Левитана Раннего Он Был Гризальный Он Вообще Начинал С Гризали Посмотрите У Старые Работы Это Чистая Гризаль Потом Он Пришел К Цветным Подмалевкам Я По Своей Сути Тоже Люблю Цветные Подмалевки Но Видите И Гризаль Иногда Использую То есть Получается У меня Такое Уже Более Нюансные Какие Тут Пошли Моменты Добавляю Себе Отдельных Пятнышек И Тоненькой Тоненькой Кисточкой Притоненькой Я Начну Выводить Вот эти Стволики Наверх Можно Попробовать Такую вещь Как в Этюдах Она Хорошо Заходит То есть Взять Себе Кончиком Кисточки Парочку Стволов Провести Вот В некоторых Местах Хорошо Зайдет Но Не везде Не надо Себе Привыкать Это Такой Наркотик Вот этих Проведений Этих Линий Кончиком Кисточки Что О Как здорово И все Вся работа В процарапках Получается Нет Это Тоже Нехорошо Нездорово Поэтому И Только В 2-3 Места Где-то Можно Сделать Вот Какие-то Детальки По Бережку Себе Пущу Там Есть Травка Которая У нас Пойдет И вот Теперь Полноценно Полноценно Где-то Возьму И немного Добавлю Здесь Световые Акценты Я уже Добавил Но Можно Еще Чуть Чуть Здесь Сильно Много Не буду Так Как Уже Показывал Что Они Могут Добавиться Ну Вот Пару Мест Где Я Могу Себе Чуть Чуть Завести Здесь Ну И Пожалуй Здесь Какой-нибудь Сугробик Такой Дам Голубоватенький Слегка Спускаюсь Вниз То Еще Буду Добавлять Горизонтальные Мазки В Воде Вообще Есть Термин Такого Ромбовидного Мазка Да То есть Когда Круглокистью Кладется Тоже На своих Занятиях Показываю Как Это Делается Ну Есть Некая Технология Прокладки Кистью Вот Как Получить Вот Такой Мазок Хорошо Видно Его В работах Левитана Свежий Ветер Волга Вот Там Прям Вот Его Хорошо Видно Вот То Левитана Это Вообще Кладезь Технической Информации Если Ее Уметь Читать Потому Что Это Именно Не Просто Великий Мастер Да Но И Достаточно Хорошо Впитавший В себя Теорию И Технологию Живописи Человек То есть Саврасов Был Все-таки При Всей Нелегкой Судьбе Достаточно Хорошо Знающий Технологию Художник И поэтому Ну Вот У Левитана Много Технологически Таких Видных Вещей Правильных Вот Чуть-чуть Добавляю Здесь И вот Тут Можно Какой-нибудь Разнообразный Такой Бережочек Добавить В своем Вот Этом Плане Вот И Потихонечку Подходя К берегу Там Есть Более Светлые Поверхности Здесь Уже На первом Плане Могут Оказаться Более Высветленные Более Снежные Такие Вот Массы Их Уже Начинают Закрывать Более Светлым Поверх Более Темного Но Работа Остается Все еще В полу Протирки Вот Отгрызали То есть От вот Этого Слоя Нижнего Вот Он Такой Дает Вот Воздух Сразу же В работе Да То есть И Холодная Ложась По теплому Смотрится Очень красивым То есть Теплая По холодному Всегда Смотрится Хуже Но Она вообще Не смотрится Я бы сказал То есть Поэтому Есть Вот Этот Важный Момент Возьму Тоненькую Кисточку Какие-то Отдельные Веточки Деревьицы На первом Пламе Все Все-таки Продлю Сделаю Сделаю Такими Более Изящными Вот Она Может Загнуться И опять Краска Не слушается Разводим До состояния Кефира Ложится Вообще Легко По По любой По любой Поверхности Вот Даже Самые Тонкие Ветки Ложатся Здесь Хорошо Вот Можно Еще Сюда Пару Столиков Пропустить То есть Уже Поверхность Начинает Разбираться И Обогащаться Деталями То есть Она Не Меняется Ее Составляющая Не Меняется Но Детали Появляются Тут Сделаю Тоненькое Деревце И Полноценно Уже За Своей Сосной Высветлю Высветлю Кусок Заднего Плана И Подойду И буду Вот до конца Здесь По максимуму Делать Вот эти Деревья Да То есть Самые Главные У нас Главные Герои Здесь Будут Существовать Менять Периодически Тряпки А то Я уже Грязный По уши Ну Вот Кто-то Пачкается Кто-то Не Пачкается Я Всегда Пачкался У меня Всегда Это Была Беда И Ничего Я с этим Сделать Не могу То есть Всегда Пачкался И вот Теперь Оставляя Часть Подходя К дереву То есть Образуется Такая Своеобразная Образуется Зона Вписывания То есть Образуется Зона Вот Бывает Здесь Светлое Свечение А вокруг Дерева У меня Образуется Зона Темного Свечения И за счет Этого Дерево Садится Мягко В Задний План Очень Хорошо Это видно У художников Не раннего Периода Как Шишкин Там это Очень все Сложно Вот Можно Посмотреть Это как Делал Жуковский У него Это все Понятнее Вот как Идет Это Вписывание То есть Когда художники Уже стали Такие более Модерновые Более Плоскостные Там Прям Видно А школа То осталась Вся та же Самая Школа Вот этих Вот Моментов Вписывания Она Осталась Вот И поэтому Там У того же Жуковского Прекрасно Видно Как Вписываются Вот эти Вот моменты Все Раньше Было Одинаково То есть Не было Каких-то Вопросов Что Кто влез Кто подрабатывал То есть Была Единая Система Это Прекрасно Видно В Академии Художеств В Питере Да Учебные Работы Репина Учебные Работы Маковского Один В один Все Даже Врубеля Постановка Времен Академии Ее можно Спутать С каким-то Лосенко Или Я не знаю Там Ну Одинаковый Просто Врубелем Там Даже И близко Не пахнет То есть Их Учили Определенной Схеме Работы С поверхностью Которая Сейчас Увы Начинает Теряться Сильно Я бы сказал Начинает Теряться А что Такое Работа С поверхностью Это Ремесло Да То есть Это Вот То Самое Ремесло Которое Освобождает От Которое Освобождает От Мучений Что Делать Сейчас Что Делать Потом То есть Идет Понимание Сразу Ты Смотришь На Работу Некий Щелчок Такой Происходит В голове Вот Это Первое Это Второе Это Третье Это Четвертое Ты Уже Об этом Не Задумываешься Вот То есть Так же Где-то Можно Подвыбирать Деревце Что-то Свои Любимые Плоские Кисти А Вот Она Нашел Я Думал Я ее Потерял Вообще Это Конечно Знаете Отвлекаясь От Тем Это Конечно Титаническое Издевательство Делать Кисти Зеленые Для Пейзажистов У Гамма Была Серия Вернисаж Но Если У меня Кисть Начинала Падать В Траву Я В принципе И не Шел И И Скать Потому Что Зеленую Кисть Вечером Зеленой Траве Ну Прям Браво Бинго За Изобретение Вот Хорошая Кисть Амстердам У них Хотя бы Красный Череночек Как Поплавок Но У них Блестящий Патрон Что Тоже Не Есть Хорошо Поэтому Я Некоторые Кисти Закрашиваю Матовым Баллончиком Чтобы Они Не Блестели На Этюде Потому Что Это Ужасно Когда У тебя Блик На Половине Работы Существуют Поэтому Да Это Конечно Много Есть Таких Странных Парадоксальных Вещей Вот Я Снова Подобрал Немножечко Небом Подобрал Верхушечку Этого Дерева То То есть И Подобрал Здесь Снежком И Сформировал Такое Вот Сложное Пятно Для Собственно Для Силуэта Обязательно Когда Дерево Касается Снега Здесь Его Надо Вписывать То Что Часто Вижу Это Ошибку Что Дерево Не Вписывается Это Такой Растущий Приклеенный Кусок Там Все время Образуется Более Темная Зона Зона Вписывания Поэтому Вокруг То Может Пойти Посветлее Вот Эта Зона Она Всегда Вписывается Ну И Еще Сейчас Сделаю Ёлочку Потому Что Пока Это Какой-то Уродец Пока Вышел Не Ёлочка Здесь Уже Сосна Появилась Сосни Сейчас Добавим Хвои Я Хотел Высветлить Вокруг Нее И Собственно Сейчас Сделал Потому Что Здесь Появился Светлый Кусок И Ему Нужен Быть Ответ Но Сформировать Эту Ёлку Да То есть Ее Все-таки Надо И Тут Уже Порисовать Вот Этим Порисовать Этими Уже Порисовать Тонкими Тонкими Идущими Вправо И Влево У нас Тонкими Идущими Веточками То есть Чем Меньше Ёлочка Тем Более Наверх У нее Торчат Листики Хвоинки И Веточки Да Потому Что Она Абсолютно Легко Выдерживает И Идет Такой Вот Момент Легкости Деревца Если Уже Такая Более Плотное Дерево Оно Уже Начинает С Провисшими Этими Быть Кусками Тяжелые Вот Они Вообще У них Лапы Висят Вниз И Все Это Вот Так Завешивается Вот Также Можно Подъедать Дерево Задним Планом Что Я Собственно И Сделаю Да Я Подъем Вот Эту Ёлочку Задним Планом Подъем Е Немножко К Стволику И Дальше Буду Делать Вторую Ёлку Очень Важно К чему Ходить На натуру Это все Изучать Потому что Все эти Цвета Все эти Структуры Невозможно Изучить С фотографии Это все Становится Каким-то Вот Сублимацией Какой-то Пейзажа А не Пейзажа Потому что Как бы Натура Она Настолько Много Может Рассказать О Предмете Который Ты пишешь Более Чем Начиная С его Цвета Кончая Его Его Вот Построением Что Иногда Достаточно Просто Одного Двух Выходов На натуру И Уже Будет Понятно Все Вот Сделаю Так же Как у Меня В эскизе Уберу Часть Вот Этой Ёлки Здесь Видите Легко Подъедается Светлым Задним Планом Легко Подъедается Этим Светлым Задним Планом В отличие От того Что Если бы Я Сейчас На Светлый Снег Клал Темную Уже Какую-то Ёлку У меня Это Все Списывалось С Друг Другом Подъедаю Хорошо Час Двадцать Вполне Себе Этюдный Ритм Вот То есть Этюдный Вполне Себе Ритм Там Час Двадцать На Подобный Этюд Ну Повторяюсь Он конечно Не даст Час Двадцать Но Вполне Себе Можно Что-то Вот Успеть Сделать Такое Вот Хорошее Вот Также В верхней Части Можно Деревицами Подъесть Ёлочку Да Сделать Там Более Серебристый Тон Деревьев Чтобы выйти Оторвать То есть Холодное Уйдет Всегда Вдаль Теплое Всегда Приблизится К нам То есть Первый Ну как тоже Кто-то из классиков Говорил Первый план Коричневый Второй план Зеленый Дальний план Синий Это слова Кого-то Из Пейзажистов Таких Больших Честно Вот К своему стыду Не помню Кого Но Знаю Что Кто-то Из Великих Это Сказал Вот У меня Получается Такой Силуэтиц Здесь Сформированный И мы Получается Еще Слой Своеобразный Такой Вот Слой Слой Масляной Живописи Сняли С Нашего Холста То есть Вернее Мы не сняли А как бы Мы надели Этот слой На На Поверхность Холста То есть Мы не снимаем Мы Надеваем Эту Масляную Масляную Технику Так же И вот Здесь Немножечко Пройдусь Задним Планом Доделаю Силуэт Этой Сосеньки И Ну Наверное Где-то Минут На Еще От силы Буду Проходиться По деталям Комментировать Какие-то Вещи Даже Вот А И забыл О Я забыл Одного Главного Героя Хорошо Мы его Сейчас Сделаю Это Это Будет Моя Видите За Разговорами Можно И Забыть Кого-то Нарисовать В толпе Это Будет Вот Моя Ёлочка Вот Здесь На Вот Этом На Этой Боковиночке Работы Она Должна Быть Как Удерживающая Такая Удерживающая Наш Зеленый План В Левой Части Вот Поэтому Я ее Здесь Как раз Заведу И Как раз Ее И Сделаю Вот Так Заговорился Б И совсем Бы Забыл Бывает Что Студенты Зарисовавшись Постановку Шесть пальцев Рисует На Торщику Сам Лично Видел Легко Это Можно Сделать Поэтому Можно И что-то Наоборот Не Дорисовать Главное Чтобы Не Голову На Торщику Вот То есть Вот У нас Появился Ответ Ну И Конечно В этом Ответе Должны Быть Тоненькие Какие-то Веточки Я Дополню Как раз Вот Сейчас Количество Веток На первом Плане Мне Не Хватает То есть Я вижу Что Вот Здесь Ветки Тровинки С них И Начну То есть Вот Этих Веточек И Тровиночек Я Начну Доделку То есть Вот Где-то Прям Совсем Тонки Вот Посмотреть Как У Шишкина В его Работах Нарисованы Вот Эти Тоненькие Тоненькие Веточки Краска У меня Прям Вот Очень Сырая Вот И Поэтому Вот Развожу Ее Достаточно Жидко Чтобы Чтобы Прокладывать И Вот Как Действительно Здорово Эстетски Можно Провести Эту Веточку Обычно Я Рисую С Муштабелем То есть У меня Вообще Шесть Штук Разных Муштабелей Сейчас Просто От Руки Так Как Это Этюд И Не Хочется Здесь Перед Вашими Глазами Чтобы У меня Палка Мелькала Вообще Привычка К Муштабелю Одна Из Самых Лучших Привычек У Художника То Есть Рисовать Работу Именно С Муштабеля Это Обязательно Важная История Вот Не Туда Ветка Пошла Сейчас Меленькие Веточки Добавляю В Заднем Плане Да То есть Вот Где-то Такие Можно Более Таким Скользящим Моментом Пустить И вот Они У меня Начинают Я потом В конце Эфира Я думаю Я просто Поднесу Поближе Свою Камеру Чтобы Вы Увидели Да Степень Сделанности В Работе Ну А уже В ближайшем Посте Я Это Все Просто Размещу Чтобы Вы Увидели С деталями Вот Еще Можно Где-то Подъесть Себе Ёлку То есть Я Предпочту Сначала Положить Больше Темного Ну Как И Допустим В деревьях Заднего Плана Чтобы Выйти На Более Тонкие На Более Мелкие Вот Эти Вот Истории Подъедания Уже Более Светлым И Где-то Да То есть Можно Даже Отдельные Хвоинки Уже Начинать Делать То есть Почему Нет Допустим Как Мастерски Они Сделаны Ивана Ивановича Шишкина Кстати Вот Есть Очень Хорошие Советского Периода Пейзажи С Щербаков То есть Не Все У него Но Есть У него Вот Прямо Изумительные Работы Которые Мне Например Очень Нравятся И Которые Дают Тоже Представление Технических Каких-то Моментов До Определенного Периода Времени Шла Передача То есть От Поколения К поколению Шли Передачи Информации От Чистякова К Серова От Серова Крымов От Крымов К К К К К К К Гансон То есть Это все Были Прямые Передачи Знаний И потом Что-то Сломалось И Произошло То Что Знания Перестали Передаваться И вот Это Сейчас То, Чем я Пишу Всегда В постах То За Что Переживаю Да Что Школа Именно Перестает Передавать Знания А это Же Как С Любыми Уникальными Технологиями Это Очень Быстро Начинает Теряться То есть Очень Быстро Начинает Уходить И Теряться В Истории И Многие Страны Потеряли Свою Школу Давно То есть Они Сейчас Пытаются Восстановить Но Как Если Прервана Вот Эта Механика Передачи Что Как Это Вообще Возможно Ну Иногда Никак То есть Иногда Прерваться Это Значит Забыть Поэтому Я Стараюсь Как Б Сам Передавать Вот Эти Знания Те Которые Я Вижу И Которые Раскопал У Стариков Вот Здесь У Ёлки Иногда Бывают Сухие Веточки Внизу Вот Немножко Сухие Веточки Намечу Вот То есть Вот Сейчас Сделался Где-то Этот Планчик У Нас Да То есть Он Немножко Так Детализировался Можно И Немножечко Скользнуть В задний план По водичке Чуть-чуть Пройтись Да То есть По совсем Заднему плану Вот То есть Как Дерево На небо Немножко На дерево Так И Задний план Ближний план То есть Мы Сделав Здесь У нас Как бы Стрелка Весов Отклонилась В одну Сторону Сразу же Появляется Возможность И сделать Сзади То есть До этого Казалось Что сделано Вот А сейчас Как бы Ощущение Что И не сделано Что-то Вот Я начинаю Чуть-чуть Вот Той самой Своей Забавной Кисточкой Многие Скажут Вот В чем Секрет Листиках Нет Друзья Дело Не в кистях Хотя И в них Тоже Вот То есть Я одно Время Пытался Точить Кисти Машинкой Для стрижки Себя Постригу Кисти Постригу Сколько Перетерял Вообще Бешеное Количество Но в итоге Понимаешь Что можно Из любой Кисти Сделать Как бы Нужную Себе Просто Заполнив Вою краской Понимая Как работает Определенная Кисть Да Ее Ее Поверхность Как она Начинает Служить Вот Какие-то Отдельные Мазочки На заднем Плане Вот Там У нас Может Пойти Да То есть Какой-то Тоже Такой На дальнем Фото Синей Я употребляю Но Но Их Сжирает Нижняя Теплая Подкладка Как и Говорил У старых Мастеров Сжирающие Вот эта Теплая Подкладочка Она Всегда Существует Достаточно Сходить В музей И ее Увидеть И у всех Какого цвета И тона Это уже Второй Вопрос Это Рассчитывается От цветового Круга Рассчитывается Да То есть Есть Определенные Механизмы Схема Которую Я Тут Физически Рассказать Не могу Да и Наверное И не должен Вот То есть Сама Схема Вот Она Достаточно Понятная Достаточно Простая Положи Под Холодное Теплое И у тебя Появится Возможность Давать Достаточно Активный Холодный Поверх И Будет Сразу Не Смотреться Это Таким Вот Одинаковым Вот сюда Можно Еще Вот Таким Надо Даже Не Мазнуть А именно Тыкнуть Кисточкой Тоже Хорошо Да То есть Просто Прикоснуться Такие Вот Тычочки Очень Часто Видны У многих Тоже Мастеров Да То Что Это Не Мазок Это Скорее Такой Тычок Может Вот Здесь Сделаю Чуть Более Мелкие Поверхности На Снежке Где-то Еще 7-10 Минут Это Скорее Этюд Размер Этюдный Хотя Как бы Что значит Этюдный Размер Ну Вот Для Меня Это Этюдный Размер Это Все Все Таки Не Картинный Хотя Можно Поспорить Что У Похетонова Такие Работы Не Как Картины Ну Да Похетонов Наверное Все Таки В этом И Уникален Что Он Такие Маленькие Работы Писал А так Это Вот С Таким Размером 25 на 40 Вполне Мне себе Комфортно Выходить На Этюд Вот То есть За Один Сеанс Выписать Там Два Нет Я Наверное Два Такие Уже Не Пишут Но Все Этюды Доделываю Дома Все То есть Я Приношу Любую Работу И буду Ее Дописывать Всегда Дома Это Опять же По Совету Юра Петровича Кугача Вот Потому Что Принося Домой Он Говорил Что День Надо писать Два Раза Ярче Два Раза Светлее А вечер Два Раза Темнее Два Раза Глуши Потому Что Днем Работу Темнишь Вечером Работу Светлишь И Принося Домой Вешай Друг С Другом Так Или Иначе Ты Видишь Что Что Произошло Не Так В Работе И Можно По 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 Доделать То есть Правда Не у Всех Получалось Тут же Кугачу Что Дядька Я столько Работ Испортил Вот так Доделываю Но Доделывали Все То есть Практически Все Мастера Большие Доделывали Работы Тот же Грицай Он вообще Иногда Алексей Михайлович Он писал На натуре Нужный Себе Кусок А все Остальное Писал Приписывал Дома То есть Он Писал Нужную Часть Своей Работы То есть Ну все Дома Уже Натурные Этюды Потому что На натуре Вы находитесь В зоне Пересвета Находитесь В зоне Или Недосвета И дома Чуть-чуть Поправить Присадить Что-то Сделать По Ярче Или наоборот Где-то Пригасить То есть Всегда Нужно То есть Когда Вот Все Вот Эта Политика Тоже Не Не Совсем Я понимаю Потому что Старые Мастера Как раз И действовали По другой Политике Что Вот Все Этюд Его Принес Его Трогать Нельзя Его Как раз И нужно Тронуть Для того Чтобы Чтобы Ты Понимал Что Не Делать В Следующий Раз Да То есть Что В Следующий Раз Не Совершать На Работе То есть Если Ты Принес И Видишь Что У тебя Там Не Горит Сосна Ты Ее Зажигаешь И Вот Она Горит У тебя В Твоем Помещении Уже Дело Ее Совершенно По Другому Надо Понять Что Значит Где Немножко Неда Неда Зажег Получается Да Неда Тянул Это Тоже Некое Обучение Вот Но Говорить О том Что У меня Есть Кэнон Я Могу Снять И Там Все Горит Ну Да Это У меня Определенная Политика Относительно Этого Я Считаю Что Надо Обязательно Ходить На Натуру Совмещать Себе Обязательно С писанием Дома То есть Это Лучшая Вещь То есть Писать И дома И на Натуре То есть Видите Я Что-то Рассказываю Я тут Сделал Веточку Там Сделал Веточку Чуть Прошелся Где-то Микродеталькой Здесь Микродеталькой Здесь То есть Все равно Идет Некая Доделка По Работе Вот Пять Минут И Все Я думаю Вот И покажу Вам Поближе Вот То есть Это Все Историю То есть Еще Можно Где-то Чуть-чуть Горизонталь Ками Завести Здесь Может быть Пару Стволиков На Заднем Плане Пропустить То есть И здесь И может быть Вот тут Да Еще Один Столик Вот Такая Она Не совсем Морозная Вышла Работа Она Скорее Такая Немножко Расслабленная Такая Зима И Получилась Ночь Зима Луна Сумерки То есть Все Попытался Совместить В одном Все Попытался Сделать Более Темная Темная Очень Плотная В работе Сумерки Ночь Вот В горах Когда были Ночные Утренние Работы Я старался Там Где у меня Действительно Плотный Оттенок Такой Я старался Делать Грязальную Подкладочку Себе Где-то Вот Так же Делал Такой Микс Подгрязаленный И Тогда Это Теплая Вещь Вот Писал Уже В студии По мотивам Домбайских Этюдов Горную Работу Вообще Сделаю С чистой Грязали Была Где-то У меня Летом В посте Вот Эта Работа Да То есть Я Грязаль И вот Такую Подгрязаленность Применяю Ровно Тогда Когда у Меня В работе Есть Что-то Темное Мне Хочется Не давать Полностью Перекрытие Черными Темными Красками Холодного Повторяюсь В природе Нет Чем Более Темное Освещение Тем Больше Теплых Возникает У нас В Природе И Поэтому Я Исключительно Применяю Грязали Вот Под Такие Состояния Природы Когда У меня Ночь Или Сумерки Или Что-то Очень Темное Лунные Работы И Больше Ну Наверное Для себя Больше Никогда Не Моя Любимая Тема В Сто Процентах Случаев Но В общем Может Быть Она Как Рабочая Одна Из Рабочих Схем Ну Видите Я Уже Практически Тут Все Это Практически Закончил Да То Есть И Краска Из-за Того Что Работа Писалась Достаточно Тонко Ну Вот То Количество Краски Которую Я Планировал Потрать Ну Слава Богу У меня Завтра Еще Целый День Собственной Живописи То есть Идет Очень Небольшое Количество Краски При Грязальной Работе То есть Остается Очень Много Нетронутого Слоя А При Работе Писания Дневной Краски Уходит Больше Потому Что Краска Работает В Разбеле То Любая Краска Работает В Пастозном Состоянии То есть День Он Всегда Более Пастозим Потому Что Больше Светлого Больше Беленого Вот То есть И Такой Вот Очень У нас Важный Момент Сейчас Сниму Телефон Надеюсь По дороге Не уравню И Собственно Покажу Что Достаточно Много Цвета И тона У меня Осталось Внизу Вот Она Просвечивающаяся Гризаль Да То есть Где-то Она Осталась Не Тронута В Первом Слое Даже В Воде Где-то Она Существует То есть Где-то Вот Эти Гризальные Теплые Моменты Они Уже Работают Да Но Эти Камера Меняет То Как Она Хочет То есть Оно Скорее Что-то Среднее Арифметическое Между Тем Что Я Показал Изначально Вот Этим Холодным Вот Она Наверное Ближе Вот К Такому К Средне Теплому Так Как Краска Уже Не Дает Каких-то Сделать Сухих По Сухому Вернее По Сырому Каких-то Моментов Высошу Подожду Пока Она Собственно Высохнет Ну И могу Уже Потом Немножечко По Сухому Пройтись Какими-то Микро Микро Деталями Вот Что-то Краска Еще Может Усесться То есть Краска Всегда Темнеет Ну Примерно В 2 Тона Она Может Потемнеть Ну Не в 2 Наверное Это я Маханул Где-то В тон Она Может Потемнеть Поэтому Что-то Могу Себе Немножко Приподнять Вот Такой Короткий 2 45 Этюд Да По По Маленькому Эскизу Да Такой Коротенький Этюд Сгрязали Надеюсь Было Не безинтересно Даю Три Обычно Прямых Эфира В год Ну Было У меня Лето С подмалевкой Зима С имприматуры Была Вот Это Сгрязали Я думаю Что надо Будет Что-то Сделать Такое Ничего Интересного В течение Года Ближе К зиме Вот То есть Делаю Опрос В инстаграм И По Вашим Результатам Ваших Собственно Пожеланий Подумаю Что Можно Будет Написать Чтобы Вам Пришли Все Друзья Всех Был Рад Видеть Не Слышать Но Видеть Вас Дистанционно Потому Что Я Как Б Вижу Сколько Людей Смотрит Эфир Вот И В общем То Это Приятно Что Людям Не Безинтересно То Что Я Делаю Все Эфир Будет Сохранен В IGTV Вот Сейчас Он Сохранится И Сразу Появится В IGTV Я Всегда Сохраняю Рад Был Всех Видеть Спасибо Что Смотрели До Следующих Эфиров До Следующих Встреч Редактор субтитров Редактор субтитров